В Самаре продолжается обновление теплотрасс. Ход работ обсудили на еженедельном заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. Оно прошло под председательством заместителя главы городского округа Самара, руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова. В этом году отремонтируют и модернизируют 24 объекта. Сейчас работы ведутся на 19. Еще на двух объектах ведутся подготовительные работы. В ближайшие дни приступят и к трем оставшимся участкам. Горожане с нетерпением ждут обновления теплотрасс. Опитальный ремонт надо делать. Естественно, всего. Оборудование изношенное. Понятно, что это надо. Я думаю, что они изнашиваются, поэтому требуется замена, конечно, обязательно. На ряде участков готовность составляет уже более 50%. На остальных с задачами справились на 20-40%. Так, на теплосети, пролегающей в районе перекрестка улиц Гагарина и Мягик, где потребовалось введение временного ограничения движения транспорта, работы проводятся в плановом режиме. Скоро они должны завершиться. При этом не менее важно восстановить благоустройство после вскрытия. Этот вопрос на особом контроле на теплосетевых объектах по всему городу. Случалось, что через несколько месяцев появлялись просадки и провалы. «Для того, чтобы сейчас это не происходило, особенно на таких варных магистралях, как Гагарина, скорее всего, мы сейчас чуть-чуть удлиним срок, буквально на сутки, максимум на двое. Заделки – это вскрытие, прежде всего, проливки песка. Потому что, если пойти в ускоренном режиме, то так или иначе, через полгода там пойдет просадка, и, соответственно, город получит опять дополнительные трудности. И это будет влиять на безопасность и пешеходов, и движение транспорта, в том числе и общественного». Адресно разбирались в нюансах ремонта теплотрасс по всему городу. В частности, в Самаре в конце июля-начале августа планируется перекрытие в районе улиц Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко, а также Фадеева и Нововокзальной. Теплосети проходят по трамвайной линии, поэтому движение трамваев по этим участкам будет приостановлено из-за невозможности каких-либо иных технологических решений. Чтобы минимизировать неудобства жителям, планируют запустить дополнительные автобусы. В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что во время подготовки к отопительному сезону особое внимание необходимо уделять готовности социальных объектов и, в первую очередь, здравоохранения и образования. Профильный городской департамент в постоянном режиме следит за ситуацией. «На прошлом штабе у нас были опасения, по крайней мере, были претензии к сфере образования, они опаздывали. Сейчас вот за неделю нагнали, находятся сейчас в графике». Касаемо крупных больниц, департаментам было озвучено предложение о том, чтобы в приемке тепловых пунктов таких объектов участвовали и специалисты Ростехнадзора. Совместные выходы уже намечены на начало августа. Порядка тысячи приборов учета тепловой энергии нуждается в замене, не менее важна и своевременность поверки. Ход исполнения этой задачи остается на постоянном контроле в каждом внутригородском районе.